Выставка начала работу с самого утра и сразу же оказалась в центре внимания. Особой популярностью, естественно, пользуется ретро-техника. Например, знаменитая полуторка, вот около нее очень много народа. Только побывать в кабине музейного экспоната запрещено, можно аккуратно встать рядом. А вот с современной техникой все гораздо проще, никаких запретов. И, конечно, дети с радостью по ней лазят. Также среди ретро-экспонатов можно встретить ГАЗ «Победа», которая встала на конвейер в 1946 году, и ГАЗ «М1», который в народе называли «Черный воронок». На этих машинах в советское время ездили чекисты. Интересно, что в довоенное время такие автомобили в Москве использовались в качестве такси. Мальчишкам интересно, конечно, технику посмотреть. Вот сыну 10 лет, он уже в компьютерные игры играет, связанные с военной техникой. И вот когда мы сюда подходили, на бане был нарисован самолет «Л-2», и он сразу узнал, сказал, что это «Л-2». Рядом представлены образцы современной техники, которая стоит на вооружении армии страны и спецназа. И здесь радости красноярцев просто нет предела. Большинство из тех, кто пришел в этот день на выставку, современную технику впервые видят вживую. И никто не упускает шанс сфотографироваться рядом с самоходными артиллерийскими установками, гаубицами и радиолокационными станциями. Это первый праздник в нашей семье. Извините, растрогано. Я считаю, что это обязательно. Почему? Патриотизм в наших детях пора уже воспитывать. К сожалению, политика последних лет дает себя знать, и детям сейчас это нужно показывать. Очень важно. Всех с праздником. И, конечно же, ни одна выставка военной техники, тем более в День Победы, не обходится без полевой кухни. Очередь уже растянулась метров на 40, и, видимо, каша настолько вкусная, что люди готовы постоять полчаса ради порции гречневой каши с тушенкой. Павел Горшанов, Андрей Ткачук. Новости Прима.